Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую всех тех, кто собрался сегодня в этом зале для разговора, для обсуждения темы, достаточно интересной. Ее не часто обсуждают вот так широко публично, но она на протяжении многих лет, пока идут соответствующие исследования, вызывает пристальный интерес и всегда вызывает достаточно большой резонанс по результатам тех или иных встреч, того или иного обнародования, очередных результатов исследований. Исследования, на которых пойдет речь, связаны с генофондом «Татар». Это будет разговор о результатах обобщения генетических исследований, проводимых в самых разных соответствующих центрах, и поможет нам сегодня вот эти самые обобщения сделать, понять суть того, чего достигли исследователи на сегодняшний день. Наш гость Олег Павлович Балановский, под ваши аплодисменты, я приглашаю вас сюда на сцену, доктор биологических наук, профессор Российской Академии наук и заведующий лабораторией Института общей генетики имени Вавилова. Вы можете присесть, ваш микрофон, и мы все внимательно, не утруждая себя лишними речами, ждем от вас информации, которую вы считали бы нужной, важной и существенно сейчас донести и до присутствующей здесь аудитории, и до тех многочисленных зрителей, которые потом с интересом будут смотреть все то, что вы, собственно, хотите донести вам слово. Здравствуйте, и большое спасибо за приглашение в Казань. Мы занимаемся исследованиями очень многих народов, очень многих популяций в самых разных странах, от Монголии, России, Украины, Шри-Ланки, но, пожалуй, нигде публикация наших работ не вызывала такое количество хороших вопросов и положительной реакции, как при публикации одного из наших небольших исследований по сибирским, казанским и крымским татарам. Эти исследования были опубликованы в ряде работ. Одно из них вызвало пару лет назад очень большое обсуждение в Атарстане, к нашему изумлению. Одно из изданий перепечатало научную статью от корки до корки, уникальность, например, я это рассказываю студентам. МГУ, знаете ли вы, что «Вестник МГУ», самый читаемый научный журнал в Казани, было одно время. И в комментариях к этому обсуждению чувствовался такой живой и искренний интерес казанцев и жителей других городов к нашим исследованиям. Я пытался в комментариях отвечать, чего я обычно никогда не делаю, но, конечно, я не мог ответить всем. И когда меня позвали на продолжение этого диалога, я с радостью приехал, чтобы ответить на те вопросы, разъяснить, может быть, что-то, что не вполне было понятно, и поделиться нашими новыми результатами по и Волгу-Уральскому, и другим популяциям других регионов мира, которые, я надеюсь, могут быть интересны. Прежде всего, всегда возникает одно и то же непонимание. Это когда популяция путается с народами, потому что мы люди, в нас есть и биологическое, и гуманитарное начало. Человек это одновременно и гражданин, и биологическая особь, и родители, и ребенок, и член какого-то народа, и у него есть свои взгляды. И все это связано друг с другом, но все это вещи разные. И, в частности, группы людей изучают самые разные науки. История, этнология, лингвистика, которая изучает язык, биология, которая изучает биологическую составляющую, медицина, многие другие. Мы генетики, и мы изучаем гены, которые находятся в популяциях, генофонды. Человек умирает, его гены остаются, но они не повисают в каком-то вакууме, а передаются членам той же популяции, которой он является. И популяция, это и есть та группа людей, которые заключают браки друг с другом. Я уже упоминал от общения с студентами, что если вот студенты какого-то университета всегда же есть браки на одном курсе, и вот если большинство, больше 50 процентов, начнут заключать браки друг с другом, и если это продлится одно, два, три поколения, то вот ваш ВУЗ станет популяцией. Ну, для ВУЗа это, как правило, не происходит, хотя, скажем, люди с высшим образованием в общем-то популяция, поскольку большинство браков заключают там люди, имеющие высшее образование, с партнером, который тоже это имеет. И в частности большинство народов тоже являются популяциями. Далеко не все. Есть, например, народы Дальнего Востока, которые уже большинство браков заключают с русскими. Народ сохранился, а популяции уже нет. Но все-таки большинство народов, не все, но большинство браков заключают с членами той же популяции, которая относится к тому же народу. Поэтому народы по совместительству являются популяциями. И изучая популяции, мы пользуемся названиями, которые мы взяли из лингвистики народов. Если мы изучаем популяцию русских, то и называем это русским генофондом. Если изучаем популяцию нанайцев, то и называем ее это словом нанайцев. Правило идет из лингвистики, он тут соприкасается и с этнологией, поскольку правило названия языка совпадает с названием народа. И собрав биологические образцы крови от представителей данной популяции, привозим их в лабораторию, определяем, какие гены там встречены. И дальше пишем генетические характеристики этой популяции в сравнении ее со всеми остальными. Это помогает, во-первых, описать генофонд, отчасти оценить его историю, имеет какие-то приложения в медицине и в криминалистике. Но в целом это на 99% это фундаментальная наука, мне просто интересно то, чем я занимаюсь. Мне интересно, как устроены генофонды, интересно, как они сформировались. Мне очень интересно, какие причины помогают, заставляют генофонды меняться. Ну, на слайде, наверное, зрителям тоже будет видно то, что на экране написано. Еще много что, на чем я не буду останавливаться и попрошу показать следующую картинку. На этой картинке нет-нет, не которая с номером 4, которая с номером 2. Это PDF-файл. Такие исследования проводятся и нами, и другими лабораториями в нашей стране, и множество лабораторий по всему миру. И данные, полученные на любом континенте, в любой генетической лаборатории, они полностью совместимы, полностью говоримы на одном языке. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы то, что я буду рассказывать, воспринималось как взгляд московский, потому что вот в данный момент я работаю в Москве. Это я пытаюсь рассказать о том, что знает и делает вся генетика во всем мире, что в Москве, что в Казани, что в Лондоне, что в Аделаиде. Вот здесь обобщены результаты исследований очень многих научных коллективов, ну, в первую очередь нашего, но и многих других. Результаты по изучению популяций, живущих в северной половине Евразии. От Англии до Японии и Китая. И каждая точка – это чей-то геном. Вот если взять меня, вас или кого-то, сидящего в этом зале, изучить там полмиллиона генетических маркеров, то если наши геномы похожи, то квадратики будут рядом. Если далеки, то отличаются. Разным цветом показаны квадратики генома людей, предки которых относили себя к разным этническим популяциям. Вот красный в Западе, а может чем-то показывать, или это не предусмотрено? Тогда будем цветом. А можете, если я буду ходить, это будет видно? Можно? Конечно. Вот здесь красненьким цветом показаны все популяции Европы. То есть все европейцы генетически очень похожи друг на друга, все таким неким кольцом. Вот здесь зеленые – это популяция Кавказа. Видите, армяне, азербайджанцы, кабардинцы и так далее. Здесь пошли популяции Средней Азии, которые уходят в Сибирь и в Монголию. Выше примерно как на географической карте. Вообще такие генетические карты часто очень хорошо повторяют географические. Видите, у нас Европа и Кавказ на Западе на обычной карте, и мы ее видим слева на схеме генетического сходства. А справа у нас популяции восточные. Это не генетики так придумали, это само сходство геномов таково, что кто бы и как бы не анализировал исходные данные, они могут лечь только в такую картинку, а не в какую иную. А вот здесь вот между красным и популяциями Дальнего Востока расположились те геномы тех людей, предки которых происходят посередине. То есть это в первую очередь Волго-Уральского региона и практически всей Сибири, кроме самой восточной. Вот там в середине есть несколько пятнышек, на которых видно ТАТ. Это татары казанские, татары мешари, татары кряшины, слились почти в один уголочек западный. И чуть выше их, ну, наверное, не расшифровывать, ком это коми, чевэ это чуваши, удмудмурты. Я надеюсь, что такая вот трехбуквенная кодировка всем понятна, если нужно, потом можно дать полностью по-русски, просто это будет слишком длинно. И я показываю тут некоторые результаты еще по татарам крымским, которые близки вот к кругу южных популяций Кавказа и Юго-Средней Азии. Вот видите, татары астраханские, басы это башкиры, сибирские, и отдельно заболотная группа сибирских татар, поскольку они очень генетически своеобразны. То есть эта карта, она хорошо воспроизводит, описывает надежно сходство каждого генофонда друг с другом. То есть если поставить две задачи, во-первых, описание генофонда, во-вторых, ее история, то мне бы хотелось поговорить о более простом. Просто об описании генофондов, какой из них на кого похож. Обратите внимание на один пример. Вот тут я упоминаю другую область. И лингвисты, и историки, насколько я знаю, говорят, что история формирования калмыцкого народа очень хорошо известна. В веке там в 17-м, откуда-то с территории Западной Монголии, они постепенно мигрировали в ту территорию калмыки, где они проживают сейчас. И если мы посмотрим на генетические данные, то вот здесь вот находятся монголы, очень близки к ним калмыки. Хотя географически они живут совсем-совсем в другом месте, в северном прикаспи. Глядя на татар, мы ничего подобного не видим. Татар находится в другой стороне экрана, куда даже и рукой мне дотянуться сложно, что показывает, что... Хотя, опять-таки, я не историк. Иногда высказываются гипотезы, что история формирования татарского генофонда, именно популяция, была примерно такой же, как у калмыков. Мы видим, что с точки зрения биологии это не так. Это не говорит ничего о том, как формировались сами народы, само этническое самосознание или сам язык. Это просто показывает сходство самого генофонда большинства предков людей, от которых мы унаследовали свои гены. И здесь видно, что население Татарстана, и казанские татары, и мешари, и кряшины, они плоть от плоть и кровь от крови всех своих соседей, как, собственно, и происходят практически везде. Случай с калмыками, он, если не уникален, то редкий. Как правило, генофонд любой этнической популяции похож на свое окружение. Именно поэтому генетическая карта так часто напоминает географическую. И в данном случае, в первом приближении... Что? Вот видите, голубые, Мор и Эрзи, Мокша и Эрзи. И прямо вот к ним слева примыкает Рус. Вот это вот, вот красненькая, конечно. Ну, как и вся Европа покрашена. Там русские. Они генетически, по тем данным, какие есть, они специально их мало изучали, потому что их истории известны, и легко предположить, что они будут генетически похожи на население Европейской России. Те небольшие исследования, которые были, это подтверждали. То есть, если изучить русских, живущих в Сибири, то генетически они попадут вот сюда. Но с ними произошло то же самое, что с калмыками, да? Только предки калмыков мигрировали с востока на запад, а русские мигрировали с запада на восток. Но генетический анализ помещает людей туда, в ту группу, откуда большинство его предков. Я вот хотел бы предложить вопросы все-таки чуть позже, поскольку их и не слышно, и потом просто будет время на уточнение. Если позвольте, хорошо? Продолжайте. Да, пожалуйста. Вы знаете, я, в принципе, сказал как бы то, что мне казалось новым, то, что появились точные генетические данные по большинству популяций татар, да? Казанские мишари, кряшины, причем из разных регионов, по крайней мере, казанские мишари, астраханские, разные группы сибирских, разные группы крымских. И по той же самой программе изучено все остальное население всего мира. Но тут я показываю Северную Евразию. И можно по такому простому графику, у меня есть и другие более сложные в запасе, оценить генетическое сходство разных популяций друг с другом, степень такой гетерогенности, насколько разные члены одной популяции похожи друг на друга или нет. Тут, посмотрите, зелененькие башкиры. Вот они весьма разные, да? Как такая гантелька. Часть из них более ближе к восточным популяциям, другая ближе к более западным. И вот эта зона на графике, которая занята разными зелеными квадратиками людей, предки которых относили к себя к башкирам, она очень большая. Больше, чем для большинства других народов, что, в принципе, давно было известно про большую генетическую гетерогенность башкир. Скажем, для русских мы ничего похожего не видим. Для татар, ну, какой-то умеренный, примерно такой же уровень различий и внутри себя, и друг от друга, как и для остальных популяций Волгу-Уральского региона. То есть здесь сенсация, это, пожалуй, отсутствие сенсаций, что обычно выявляется для большинства популяций мира. То же самое показано и для популяций татар, живущих на территории Татарстана. Это были анализы там на предыдущем слайде я говорил, что есть три генетические системы. Это получено по наиболее, что ли, устойчивый, прямолинейный, по утособным маркерам, те гены, которые мы получаем от обоих родителей. Можно, может быть, в продолжение уже разговора, когда придем к взаимопониманию, каким-то базовым вещам, посмотреть более точные данные, которые получаются по Y-хромосоме или другой метод анализа отособных данных. Спасибо. Ваши аплодисменты. Я так понимаю, это вот то необходимое, вводное, что вы хотели бы и считали важным сейчас сказать, для того, чтобы у нас дальше состоялось. Хотя уже в процессе даже того, как вы выступали, появились вопросы, появились, по всей видимости, какие-то свои мнения. Если позвольте, в зале присутствуют журналисты, представители средств массовой информации, в зале присутствуют специалисты, специалисты из разных отраслей знания. И сейчас вот как раз к этому разному давайте переключимся. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии имени Халикова, Академии наук Республики Тарстан, профессор КФУ, Искандер Лерунович Измайлов. Ваши аплодисменты нашему эксперту. Есть ли у вас комментарии или вопросы? Микрофон только. Да, будьте любезны. У меня такой вопрос. Я, насколько понял, вы напрямую связываете нацию с биологической популяцией. Ни в коем случае. Как же? Можно первый слайд? Первый слайд, пожалуйста. Как же? Здесь все ходы записаны. Что такое популяция? Да, написано. Группа людей, существующая в течение нескольких поколений и заключающая более 50% браков внутри себя, по сути является, по совместительству является популяцией. Ну, то есть, нация, по-вашему, является одновременно биологической популяцией. Она по определению является популяцией, не по нашему? По определению, конечно. Значит, все-таки, я правильно задал вопрос. То есть, по определению, по-вашему, нация является биологической популяцией. Нация – понятие географическое. Может быть, мы перейдем на термин народов. Нация – это граждане одной страны. Я как этнолог, я не понимаю, что такое народ, а вот понятие нации вполне определенно. – И что это такое? – Нация. – Давайте запишем ваши ходы. – Хорошо, запишем. Это совокупность людей, объединенная действительным и мнимым чувством родства, то есть, общей идентичностью. – Понятно. – Есть вопрос тогда, что такое идентичность. – А вот… – Ответ. – У меня несколько вопросов к вашему определению, если позволите. – Пожалуйста. – А можно я встану, а то так как-то неудобно. Формат допускает. – Как вам удобнее, конечно. – Что вы понимаете под родством? Это духовное родство? – Я же сказал. – Все там христиане, все мусульмане. – Я про родство ничего не говорил. – Вы сказали, что это группа людей, объединенная общим или мнимым родством. – Да. Ну, осознанием своего единства. – Единства или родства? – Осознанием своего родственного единства. – Родственного единства. – С осознанием, пи-главное. – Осознанием. – Насколько я знаю, люди одной конфессии достаточно хорошо сознают свое единство. Я могу это сказать, мне православно легко общаться с католиками и мусульманами. Чуть сложнее с мусульманами, скажем, с индуистами и с буддистами мне труднее находить общий язык и свое понимание. То есть в данном случае члены одной конфессии тоже будут одной нацией, по вашему определению. – Нет. – Некоторые нации определяют себя и отделяют от других именно по конфессии. Например, единство народов бывшей Югославии, допустим, сербов, хорватов, славянцев, боснийцев, по языку они родственные, я думаю, что по генетике то же самое, а по конфессии они разные. и, соответственно, они отделяют друг от друга себя по конфессиональному принципу. – У славянцев-то свой язык, а вот сербо-хорваты-боснийцы – да. – Нет, у них другая конфессия. А у всех сербо-хорватские недаром, просто в последнее время хорваты стали формировать отдельный язык. – Нет, славянцы. славянцы отдельно, а сербо-хорваты там язык один. – Ну, понятно. – Так называемая лирийская теория. Понятно. Ну вот, так что здесь – Просто всякая или группа людей… – Нет, мы не обсуждаем сейчас мою, так сказать, мое определение. Вы, еще раз, все-таки, значит, я понимаю, что вы связываете напрямую нацию, вы уходите от ответа. – Нет, нет, ни в коем случае. Мой ответ вы прочитали. – Ну да, ну, значит, вы считаете напрямую, что нация это биологический… – Ни в коем случае. – Биологическая совокупность. – Ни в коем случае. – Ну а как же? Нет, ну тут что-то написано-то? – Нация по совместительству является в том числе и популярностью. как же? Большинство этносов по совместительству является популярностью. – Конечно. – Ну, вот я и спрашиваю. – Недостаточно. – Смотрите, население. – Значит, хорошо, а как популяция коррелируется с понятием раса? – Нет, это как раз это самый важный. Популяция никак не коррелирует с расой? – Если позвольте, это уже что-то какое-то интересное новшество. – На правах ведущего, на правах ведущего, а все-таки у него есть права, я, микрофон у нас не монополизирован, он к вам вернется обязательно. Я видел, что Андрей Павлович Ясов, проректор и директор Института фундаментальной медицины и биологии, хотел что-то прокомментировать в связи с начавшейся у вас дискуссией. Если позвольте, я ему передам микрофон, он обязательно к вам вернется. – Коллеги, давайте так, вот у нас получается интересно, не надо, как это, переводить в демагогию. То есть реально коллеги под популяцией, когда они давали, они давали выборку. Реально они давали выборку, как они хотели определить чистоту, скажем так. Так ведь? И поэтому дальше, когда было перечисление, совершенно четко, то есть это не то, что тот, кто написал себя, так сказать, Мордвин или еще кто-то, так сказать, вот, так как вы говорили, понимаете, так вот эти вот, которые индуисты сейчас ходят, они общность, так сказать, хиппи были тоже общность, но это не есть, так сказать, нация, вот, хотя не родство было у них духовное, там, какое хотите. Ребята делали научную работу, они делали ее хорошо, так сказать, они сделали в том плане, что они просто сделали выборку и попытались в глубину на третье поколение, когда было, так сказать, что на самом деле не было смешанных браков, можно спорить только о том, чисто или не чисто была сделана выборка. Вот. Если мы будем сейчас уходить в демагогию, так сказать, как бы определений, но реально, так сказать, мы ничего не добьемся. Вот правильно Олег Павлович сказал в самом начале, и мне это понравилось. Вот для чего это надо? Это надо не для политических игр и не для какой-то такой вот демагоги. Это надо в первую очередь для медицины, потому что сейчас те же самые лекарственные препараты, когда проводятся исследования, они проводятся где? В Северной Африке. И от того, что, так сказать, он оттуда результаты получили, там дешевле просто-напросто, это не значит, что точно так же они будут действовать на нас. И мы в этой ситуации должны совершенно четко понимать, где у нас есть различия, где есть слабые места в геноме, в нашем здоровье, так сказать, и где наши сильные места. То есть вот это вот, поэтому не надо уходить сейчас. Мне больше нравится, так сказать, понять, где мы на самом деле чем-то отличаемся и как это в нормальное русло, так сказать, и медицины, и биомедицины пустить. Но у нас еще будет возможность. Значит, по поводу... Очень существенное дополнение. Если позвольте ваши аплодисменты. Микрофон, как я обещал, переходит. Значит, я по поводу это самое, демагогии. Значит, коллеги, значит, если бы мы говорили, да, если бы мы говорили о, например, популяции буренок, да, на русской равнине, мне было бы все равно. И я бы даже не присутствовал здесь. Нужны какие-то медицинские характеристики, нужны какие-то препараты лекарственные. Вы это обсуждайте, соответственно, там, где идет специальный разговор. Но постольку, поскольку речь зашла о нациях, то здесь, позвольте, есть специалисты, которые не занимаются демагогией, а которые профессионально занимаются изучением этих сущностей, научных сущностей. И это никакая, если вам кажется, что это демагогия, то для нас это наша сфера деятельности. Я тоже могу сказать, что другие науки тоже занимаются часто демагогией. Так вот, значит, все-таки вернемся к самому главному. А можно я отвечу на ваш вопрос? Нет, значит, я сейчас объясню, почему я именно так задаю вопрос. Вот у вас есть на той карте, где вы размещение популяции, да? Давайте вернем эту карту. Да, докажу вам, что в чем тут хитрость-то. Только позвольте кратко, ладно? Кратко, кратко. Значит, вот смотрите, когда вы говорите о популяциях, вы эквилибрируете разными понятиями, и как фокусник достаете сначала одно, потом другое. Никогда. Вот посмотрите, значит, у вас одновременно присутствует в качестве популяции некая общность казанские татары, которая отсутствует в этнологической науке. Ну, это на вашей совести. И одновременно присутствует некоторая группа заболотные татары. Люди, которых мы... Мы же не специалисты в социологии, поэтому давайте... Мы спрашивали каждого человека, какой национальности себя относила ваша бабушка и дедушка. А если бы он сказал, что он гоблин, вы бы написали генофонд гоблинов? Мы бы написали генофонд гоблинов. Очень интересно. Вот это было бы как раз интереснее исследование. Если бы к этим гоблинам себя относили его оба бабушки, оба дедушки. Вот а здесь есть заболотные татары. Вы понимаете, что вот если бы я сравнивал например Y-хромосому и какую-нибудь гаплогруппу, вы бы сказали, это несопоставимые вещи. Вот для нас, историков и этнологов, казанские татары и заболотные татары это совершенно несопоставимые вещи. Они не должны быть на одном графике. Должны быть... Это нарушение принципов типологии. То есть сравнивать можно... Нельзя красный сравнивать с фиолетом громким, да? А можно сравнивать однопорядковые. Если цвета, то цвета. Если вы берете значит этносоциальные группы татар, этнотерриториальные группы татар, так они везде должны быть одинаковые. А поскольку вы, я говорю еще раз, выскакиваете, вытаскиваете то одно, то другое, то это нарушение принципов типологии. Вот другое. Дальше. Да, да. Нет, у вас еще. Допустим, кто такие узбеки, мне интересно? Это которые люди, которые сейчас назвали себя узбеками? Предки которых относили себя к узбекам. Ну, это вы знаете, если бы чуть-чуть больше знали бы про историческую этнологию, вы бы так легко не рассуждали по этому вопросу, потому что это научный нонсенс. ладно. Спасибо. Все-таки еще раз я вас остановлю, а то у нас получается такой очень интересный диалог, но диалог. А можно мне ответить в продолжение диалога? У нас всегда учили, начинается определение цели. Мне кажется, Андрей Павлович обозначил цель. Цель была совсем другая, она была очень медицинская, очень прикладная. вообще, как продлить нашу жизнь, опираясь вот на... Определите цель ваших исследований и ваших работ, как вы ее себе видите. Я об этом сказал бегло. Цель исследования ученого это разобраться в какой-то проблеме, вот в сфере его деятельности. Я занимаюсь... Разобраться с целью? С целью разобраться. Это фундаментальная наука называется. С целью разобраться, зачем разбираться структуры галактики или сколько галактик существует на свете или как себя ведут популяции звезд. Понимаете, я вот не прикладной специалист, мне приходится заниматься и даже интересно и медицинскими задачами. Прикладное очень назначение результатов. это одно из приложений. Та фундаментальная наука, которой я занимаюсь за последние... Тогда есть ли одно из применительно к гуманитарным знаниям, скажем, историки? Что могут из этого подчеркнуть? Ну, кроме спора, который у вас начался, что еще может дальше быть? Применение одной фундаментальной науки к другой это еще не очень прикладное. Прикладных как бы собственно два и они сформировались совсем недавно за последние 10 лет. Это та самая фармкогеномика, о которой было сказано, что поскольку лекарства на всех действуют немного по разу в зависимости от генома, то лучше бы все, конечно, изучить геном каждого пациента целиком и назначать ему лекарство в зависимости от его генома. Это персонализированная медицина как бы в своем пределе, но это слишком дорого, технически сложен, даже если не найти врача, который бы во всем этом так легко разобрался, поэтому можно как бы применять к разным популяциям. А второе приложение это криминалистика, это когда удается определить происхождение, ну собственно есть два варианта. Первый вариант это человек хочет определить свое происхождение или он совсем не хочет, но этого хочет полиция. Вот сейчас запущенный большой проект и в нем вот он и начался с нашего расследования и сейчас мы его продолжаем. Это разработка технологий, которая позволяет примерно так же определить неизвестный образец ДНК, откуда происходят предки этого человека. Это вот второе прикладное исследование. Но основное это все-таки фундаментальное исследование, это цели, это разобраться с тем, какие есть генофонды на планете, насколько они разнообразны и по возможности как они сформировались. Спасибо. Я как человек наблюдающий за реакцией зала, вижу, что Эдуард Викторович Бабынин, доктор кафедры и доцент кафедры генетики Казанского университета, хотел бы тоже изложить свою позицию. Вы можете прямо вот там находиться, камеру вас увидят. Я хотел бы ответить насчет разницы между нациями и популяциями. Популяция понятие биологическое. И теперь представьте, если мы лишим лишим нас истории, лишим языка, мы станем биологическими популяциями. И мы будем жить селами, племенами, это будет популяция, потому что там вероятность скрещивания внутри больше. Но когда возникает государственная структура, конфессия, нация, как государство под управлением какого-то хана, президента или это, он объединяет вместе разные популяции, когда они идентифицируют далее себя уже с определенной нацией, и с какого-то момента разные популяции становятся единой нацией. Но конфессия в результате запрещает скрещиваться с другими конфессиями, по сути, это создает преграду, и тогда нация начинает работать как биологическая популяция. То есть сначала популяции собираются в нацию, а потом нация становится биологической популяцией как таковой. Вот мой ответ на этот вопрос. Спасибо. Итак, Равилович Фахрудзинов, доктор исторических наук, профессор. Вам слово. Я так понимаю, что... Я пока вопросы только задам. вопросы. Да. У меня собственно было два вопроса, на которые вы уже успели задать, но ответ так и не получил. То есть цель исследования... Вы не ответили, но хорошо, вопрос поставим. Исследования генофонда популяции. Ради исследования. Ради исследования. Ради исследования. Я вопрос поставлю по-другому. Во имя чего проводится эти радиации? Что они нам дадут вообще? Эти исследования. А что нам даст астрономия? Фундаментальная наука не обязана ничего сдавать. Вы опять уходите от ответа, понимаете? Это не уход. Мы сейчас не говорим об астрономии. Я понимаю, что звезды светят, значит так это кому-то нужно и так далее. Ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос. Вот вы проводите исследования, без сомнения, они заслуживают интерес, иначе вы бы сюда не приехали. Они вызывают у меня определенный интерес. Я не могу понять, во имя чего вы проводите эти исследования, что они нам дадут для науки вообще? историкам, например, биологам, биологам, понятно, лекарственные какие-то препараты и так далее. А зачем, во имя чего, Мендель скрещил горох и выяснил, выявил заследование. Я задам вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, здесь я подержу коллегу, значит идет смешение понятий популяции, нации, этноси и так далее. А можно я отвечу? Нет, нет, я все же вопрос задам, я еще не задал. Скажите, пожалуйста, евреи это популяция или нация? Евреи Ашкенази заключают подавляющее большинство браков внутри себя, они являются в том числе и популяцией. Относительно, вот если включать сюда еще и Сефардов и остальные группы, тут уже вопрос сложный. Сейчас они уже не являются единой популяцией. Поскольку Ашкенази отдельно, Сефард отдельно. Вот если узбеки у вас отдельные, а евреи Израиль, граждане Израиля, как будут? Отдельной точкой или? Граждане Израиля или евреи? Нет, граждан Израиля. Граждан Израиля там не будет. Нет, но они себя все называют евреями. Нет. Ну хорошо, евреи, которые являются гражданами Израиля. Так графон, Нет, вот смотрите, значит, когда, вот я почему говорю, что если мы выходим вот на такие позиции, это достаточно сложно. Вы завели разговор про евреев. Есть эфиопские, йеменские евреи, это популяция. Вот у них совершенно четко, генетически детерминированно, что количество нейтрофилов в крови, тех, которые борются с инфекцией, оно заведомо ниже нормы. И если он в Израиле обследоваться будет, то ему скажут, что у него нейтропини, его надо лечить, он сейчас от любой инфекции умрет. Да, это, так сказать, лишь популяция. Теперь, почему я говорю, что это важно и важно и для татар, потому что вот в этой ситуации все знают историю с Анжелиной Джоли, которые, так сказать, два гена есть, Берсей-1 и Берсей-2, где были мутации. И если делать мутацию, искать точно так же, как делают это в Европе и в Америке, мы будем пропускать по одной простой причине. Ген – это слово. Представьте себе, вот оно пишется, Берсей-1, например, пишется кит. В Европе в основном все мутации, то есть, когда меняется И на О, и все ищут, то есть, уже вместо кита код, и неправильно ген работает, все ищут О. Оказалось, что в Татарстане, когда брали, причем вот именно брали и с Олегом Павловичем, так сказать, и из его выборки тоже мы брали. Так сказать, просто проверяли уже просто-напросто, так сказать, как оно есть. Но когда взяли женщин с раком молочной железы, то, как вот здесь в этом исследовании, когда в третьем, четвертом поколении идентифицировали себя как Татары. Рак третьей, четвертой степени, но нет там никакого О, кота, а рак есть. То есть, тогда не работал, что ли, этот ген, то есть, не было в нем мутации, начали разбираться. Нет, оказывается, мутация есть, но она другая. Там она пишет слово китель, то есть, добавка идет. Вот это, я почему рад и почему смотрю сюда, потому что именно вот эти исследования мы можем использовать совершенно четко на благо человечества. Да, я может быть прикладник, но я вижу, как это можно сделать. Меня не интересует, как это будет обозначаться. Меня интересует, да, правильно ли, чисто ли выборку делали. Вот это надо смотреть. А вот куда там, какие языки, куда, так сказать, там, вот для медицины, для биологии, так сказать, для того, чтобы разобраться и помочь человеку конкретно, вот это в данном случае, так сказать, вот я рассмотрю с другой позиции. Спасибо. Спасибо. У вас вопрос был? Можно я отвечу? У меня вопрос уточнения, небольшое. Я хотел бы нашим историкам как бы немножко попробовать их по-другому, сформулировать их позицию. Что история, это, как правило, нарративные источники, то есть письменность. И правда. Я понимаю, я понимаю, археология, я понимаю, дальше есть археология, есть вещи, которые, в том числе, познание, все археологи согласны, что они являются частью истории. Вот. Есть времена, когда данных, которых у нас нету, письменных, ни мифов, ничего. Эти данные могут получить только археологи и с недавних пор генетики. То есть, что может генетика дать для истории с точки зрения изучения тех времен, которые за пределами наших письменных источников? Вот этот момент. И в том числе, для изучения татар. Потому что откуда они пришли? Вот я знаю, здесь коллеги занимались темой палеогенетики, палеогенетикой, то есть, это пытались поднимать могильники местные до булгарских времен и сравнивать с современным населением, насколько совпадают эти галлогруппы, гаплогруппы. И вопрос тогда о таком разрезе. что генетика, популяционная генетика может дать истории с точки зрения изучения, как один из инструментов изучения истории? Мне очень приятно здесь находиться и вживую беседовать с Искандером Лероновичем, поскольку мы там с ним переписывались дистанционно, и как-то это уходило месяц другой, прежде чем приходил ответ от одного и от другого. А тут, я надеюсь, мы быстрее придем к взаимопониманию. Дело в том, что генетики очень четко отличают этнос, будем называть его нацией, просьбой коллеги, от популяции. Мне кажется, что смешение этих понятий происходит как раз в словах наших коллег гуманитариев. и чтобы ответить на вопрос о прошлом, об археологии, я зайду чуть-чуть с другого конца, это потребуется, и отвечу про тех же самых заболотных татар. Хорошо? Посмотрите, объединяя каждая точка, тут это чей-то геном. Искандер Лерон совершенно прав, что мы можем обозначать их словами в зависимости от того, как именно они формируют сами популяции. В частности, вот, и иногда, как правило, этнические наименования работают очень хорошо, но в ряде случаев, как я уже показывал на башкирах, да, видите, какие они разные, мы видим, что под одним и тем же мэтнодемом скрываются самые разные генофонды. То же самое мы видим, например, к крымским татарам. Вот видите, вот тут крымские татары, как бы их центроид, точка, а это среднее между вот этими вот и вот этими вот. Видите, какие как бы из двух разных фактически популяций состоит этническая группа. Соболотом Тарьё упомянул, просто, наверное, очень быстро. Мы взяли формальную классификацию на три группы. Это по-волжике, кажется, их волго-уральским вы просили называть в полемике, крымские и сибирские и астраханские еще. Вот эти четыре группы. И проанализировав их, оказалось, что одна из несколько образцов очень генетически своеобразная даже в пределах сибирских татар. Они и так чрезвычайно разнообразны. Но вот несколько образцов были очень похожи друг на друга, очень далеки от всех остальных. И как раз это все они, которые называли заболотные татары. Поскольку у них есть такое генетическое своеобразие, мы вывели их название здесь, но я полностью согласен с Кандиром Лероновичем, что чтобы, если идти формально по как бы этническому критерию, вот есть у нас там список народов, да, хотя это большая проблема, да, этноса, субэтноса, на каком уровне выделять, то тогда бы сибирских татар, конечно, заболотных можно было не выделять отдельными буковками, а оставить ярлычок сибирский. Но это ничего не изменилось бы генетически. Понимаете, да, все надписи, которые мы наносим, это наш способ осмысления, да, мы можем нанести там, например, страны, или континенты, или какие-то конфессиональные признаки, или какие-то признаки этнические. Вот сейчас интересная работа получается по многим пуляциям, и башкирам, и казахам, и других, у которых есть родовая структура. Одни и те же вот генетические исследования, одни и те же люди, и где-то географически родились, и относят себя к какому-то роду, к клану. Так вот, оказывается, что их, если мы раскрасим картинку в отношении, картинка одна и та же, геном один и тот же, генома их, но, посмотрев них под углом их клановые принадлежности, различия окажутся намного больше, намного более явны, чем географические. Ну и историкам, конечно, легко понятно, почему это происходит. Теперь перейдем к древней популяции. Сейчас, благодаря исследованиям, как современной, так и в первую очередь древней ДНК, история генофонда Европы достаточно понятна, она казалась очень простой. Вот еще давным-давно в Палеолите заселили Европу люди современного вида, вышедшие из Африки, ну и немножко смешались с неандертальцами. Пережили они максимум последнего леденения, когда ли из них схлынул из рефугиума, снова заселили Европу и сформировали некий один генофонд. Он был разнообразный внутри себя, но некая такая гомогенность была. Потом, когда на Ближнем Востоке изобрели земледелие, стало возможным не охотиться за едой, а ее выращивать, земледелие, скотоводство, то начался демографический рост населения и из-за благодатного полумесяца волны эмиграции двинулись во все стороны. В том числе одна из волн пришла в Европу. И вот эти люди первые одну-две тысячи лет, как ни странно, жили по всем берегам и по Дунаю, почти не смешиваясь с охотниками-собирателями, которые были до этого как бы два генофонда существовало в Европе параллельно, потом соединились в один. А потом настал бронзовый век. И в центральную, в западную Европу ее генофонд сильно изменился. От прежнего генофонда осталась половина, а другая половина оказалась кого-то чрезвычайно генетически похожего на тех, которые были в то время в ямно-археологической культуре. Вот была такая ямно-археологическая культура, вернее, серия родственных культов при Черноморских, при Каспийских степях. И вот тот генофонд, который в два раза разбавил предшествующий генофонд центральной западной Европы, чрезвычайно похож на генофонд этой ямной культуры. Кстати, когда мы сравнивали вот эти древние генофонды с современными, то самым похожим на них оказались как раз генофонды татар-мишарь и казанских татар. Но отчасти тут это чисто географическое сходство, потому что ямная культура и была, чуть ниже спустившись по Волге и дальше к западу, до Днепра и Дистра. Может быть, такая деталь будет интересна. И что была часть удивительной генетикой, обычно удивляет наших коллег-гуманитариев, это что все последующие миграции после Бронзового века, будь то римские завоевания, или греческая, или греческая колонизация, или великое переселение народов, что все они оказали на генофонд влияние, крайне небольшое по сравнению с этими тремя основными вехами. Вот такие то, что остается в истории и в какой-то степени в археологии, это они показывают миграции важные для общества, что ли, в первую очередь. А в генофонде оставляют след лишь миграции массовые. Какое такое массовое демографическое событие, например, рост численности, или сокращение численности, или миграции, не обязательно миграции, есть же другие демографические процессы, например, колебания чистого лечения, уменьшения. Вот именно массовые и оставляют роль в генофонде. И генетика, как, собственно, физическая антропология, является в том числе еще одним историческим источником, как писал один известный историк Витов, этнолог, который в основном работал как физический антрополог, то антропология, да, собственно, генетика предоставляет историю чрезвычайно обильной, но очень однообразный материал, только о массовых миграциях населения. Не о том, на каких языках они говорили, не о том, какое у них было общество, ничего другого, что интересует историков, генетика им не дает, но вот демографические процессы популяции в населении генетика может и биология в целом может описать. Ну, а закончить такой вот длинно стянувшийся ответ хотелось статой. Есть такое Алексей Константинович послание о дарвинизме, когда там теория Дарвина в российских и церковных и политических кругах начала вызывать удивление, ну, как и во всей Европе, то он писал что-то такое, что нигилистов, что ли, знамя, это цензуру, письмо, видишь ты в его Дарвина системе, но святая сила с нами, что меж Дарвином и всеми, от скотов наш Дарвин хочет, нас Дарвин хочет до людской возвесь средины, нигилисты же хлопочут, чтоб мы сделали скотины. Вот, возвращаясь к истоку, к этому спору, что все-таки там первичное яйцо или курица, популяция или этнос, то, конечно, первичный этнос, и мы не низводим этнос до популяции, популяция не может с этносом, более низкий уровень не может стать более высоким. Мы просто показываем, что вот эта совокупность этническая имеет в том числе и биологическое измерение, если браки заключаются внутри себя. спасибо. Аплодисменты, потому что действительно развернутый ответ. Пока историки думают, согласится ли с этой позицией, то есть, сколько многое значимо может дать генетика соответственно истории, я хотел бы слово предоставить еще одному нашему сегодняшнему эксперту, Ольге Александровне Кравцовой, кандидату биологических наук, доценту кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хотела бы наверное все-таки выступить с примирением историков и биологов. Мы разве ссорились? Спасибо вам. Потому что на самом деле популяционные исследования, медицинские исследования, они идут параллельно друг с другом. То есть, исследования генетического разнообразия любого генофонда преследуют под собой в первую очередь две глобальные такие фундаментальные задачи. Это изучение моментов, которые будут связаны так или иначе с медициной и исследования конечно тех моментов, которые связаны с историей, с происхождением. То есть, так в принципе и было задумано. То есть, я хочу сказать, что поволжские татары или волго-уральские татары исследуются достаточно длительный промежуток времени, уже более 20 лет. Потому что в стенах Казанского университета в лаборатории молекулярно-генетического анализа моим шефом, к сожалению, безвременно ушедшей из жизни, были заложены как раз-таки эти основы параллельно и с Еленой Владимировной Балановской, и с Эльзой Камильной Хуснудиной. То есть, мы как бы очерчивали границы, кто чем занимается, но вот получилось так, что как бы наши исследования остаются за гранью видимого, к сожалению. но мы в целом тут, конечно, складывается несколько обстоятельств, накладывается, но я хочу сказать, что для того, чтобы, во-первых, понять, как формировался, уже не буду говорить, нет, нас не нация, скажу, кто население, которое проживает сейчас, да, необходимо смотреть, конечно, не те глобальные перестройки, которые были там в бронзовом веке, да, то есть, понятно, что это будет как бы оставлять след, он будет оставлять след глобальный, да, то есть, недаром, что у нас как бы в нашем современном геноме до 5% генов неандертальцев, то есть, это как бы сейчас уже до 2, извините, ладно, ну, как бы до 5 дают, да, вот, но для того, чтобы понять, как же вот все-таки вот у нас спор идет, вот казанские татары, мишари, кряшины, то есть, несколько теорий, вот Искандер Лерунович тоже, можно сказать, да, монгольская, поправить меня там, какая еще, булгарская, да, то есть, очень много теорий, о которых идет спор, вот, и мы, конечно же, в нашей лаборатории, и опять-таки, спасибо Искандеру Леруновичу, который инициировал вообще все эти проекты по генетике именно древних ДНК, да, то есть, начинали мы работу, конечно, в то время, когда были только кустарные методы, метод ПЦР, там, я не знаю, считался, ну, такой диковинкой, которая не применялась вообще нигде, да, то есть, это только-только заря всех биологических исследований начала 2000-х годов, вот, и перед нами, конечно же, стояла такая интересная задача посмотреть, а как изменяется структура вот этой вот могильника на тот момент, да, захоронения, как она будет изменяться в течение времени, не тогда вот в бронзовом веке, да, а с момента средневековья, потому что это тот самый момент, когда происходит именно массовая миграция, да, бурный рост численности, соответственно, это время, когда происходит возникновение там всяких очаговых инфекций, да, пандемии там и так далее, и тому подобное. То есть, вот, как бы, вот все это, начиная со среднего века, это реально, на самом деле, становится интересным, потому что это, как бы, такой, и прикладной имеет характер, с тем, чтобы понять, как за 600-700 лет геном современных популяций мог сэволюционировать, да, почему, соответственно, некоторые индивиды могут, значит, противостоять, противостоять те же самые чумной инфекции, да, то есть, вот опять-таки мы говорим с биологической точки зрения и с точки зрения медицины. То есть, аспектов, на самом деле, очень-очень-очень много, да, помимо того, что мы, соответственно, как бы, хотим просмотреть, как история, как вообще все это формировалось, как они контактировали, помимо генетики, здесь еще играют под спорью очень важные другие биологические методы, не только генетики, да, то есть это и микроэлементный анализ, это и изотопный анализ, которые помогают все эти генетические данные связать, как бы, в контексте историческом плане, соответственно, все это проанализировать. Другой момент изучения вот генетической структуры популяции, это то, о чем Андрей Павлович очень так четко и сразу сказал, это, конечно, биомедицинские исследования, почему? Потому что подбор тех же самых лекарств, да, ответ, то есть, почему это стало важно и интересно, сразу скажу на своем личном примере, который впервые был получен в нашей лаборатории на заре вот всех этих исследований. то есть, это было начало, опять-таки, 2001-2002 год, у нас проводили совместные исследования с коллегами по, значит, выявлению генетических основ предрасположенности, тогда было так модно говорить, да, к артериальной гипертензии, вот, и, ну, сейчас, как бы, вот эти вот ассоциативные исследования, они отходят немножечко на второй план, да, поскольку появляются новые данные от других механизмов, которые могут, значит, вносить больший вклад в провокацию, инициацию заболеваний, но тогда была показана очень интересная штука. Для лечения гипертонии один из препаратов является ингибитор ангиотензин, превращающий ферменты, да, то есть, если кто-то сталкивается с гипертонией, это всем известный капотен, каптаприл и так далее, и тому подобное. Так вот, оказывается, да, на тот момент мы еще, как бы, не делали акцента между русскими татарами, на самом деле, да, то есть, у нас были группы людей, то есть, медики привозили кровь больных, да, мы выделяли ДНК, провозили кровь в контроле, мы выделяли ДНК, все это типировали и так далее. Когда же пришло время к осмыслению результатов, да, то есть, когда мы все это дело посчитали, оказалось, что вот носители определенного генотипа в группе татар, гена ангиотензин, превращающего фермента, вообще не восприимчивы к этому препарату, то есть, и этот препарат в качестве скорой помощи у таких людей работать не будет. И вот тогда, соответственно, возникло такое, ну, как бы, после этого стали появляться данные по фармакогенетике других популяций, других, соответственно, препаратов, группы препаратов, да, вот, и, но в тот момент стало понятно, что хоть мы и живем на одной территории, да, хоть мы и, соответственно, объединяемся, там, я не знаю, по вероисповеданию, причисляем себя к каким-то там, тем же самым конфессиям, этносам, да, но то, что заложено внутри нас, внутри генетики, внутри гена, оно никуда не денется, и основная, в принципе, как бы, суть вот таких исследований, это выявить консервативные участки в генах, которые будут отвечать 100% за тот или иной фенотип, да, то есть это, как, допустим, та же самая лейдовновская мутация, то же самое и протрамбин, да, те же самые, значит, гены цитохромов, да, то есть это те известные моменты, которые на сегодняшний момент уже можно и нужно использовать в практике, к сожалению, у нас в Российской Федерации, до этого я не знаю, когда дойдут руки, может быть, там в каких-то частных центрах на фармакогенетические моменты уже человек обращает внимание, врач обращает внимание, да, но вот без таких, допустим, глобальных экзомных проектов, да, которые вот, кстати, здесь вот объединение, Олег Павлович, на основе каких локусов, эстеров или снепов? Здесь более 100 тысяч снепов, пересечения панелях human origin и иллюмина. Вот, смотрите, вот это вот экзомное секвенирование, да, то есть вот, ну, я грубо говоря, это чипирование, но по сути это сбор вот этих вот снепов, то есть если вот проанализировать вот эти вот данные, да, наверняка найдутся какие-то там, я не знаю, пару десятков генов, которые будут общими для всех, для всех популяций, и тогда, соответственно, вот эти вот пару десятков генов, если они имеют биологическое значение, имеют медицинское значение, да, на них можно делать такой пристальный акцент, пристально изучать их с тем, чтобы связывать, допустим, там с какой-то клиникой или с тем же самым формоответом. А все остальное… Это пристрелка, это чиповая, это пристрелка, полная ненормная, может немножко даже… Ну да, картина может поменяться, но как бы хотя бы даже вот такое, вот такое вот понимание, оно уже приближает, то есть мы можем определить хоть что-то, да, что общее, а что, соответственно, у нас как бы будет отличать друг от друга. Вот. Коллег. А? Чуть прокомментировать можно? Да, да. Может быть, будет интересно, что мы сейчас посмотрели в этих данных, это же накоплено огромные широкогеномные данные, одна панель 600 тысяч маркеров, другая тоже от 600 до 700, сейчас мы работаем с четырехмиллионником, и вот в них все, большинство генов, которые важны для фармакогенетики, они тут уже есть. Вот их интересно было бы посмотреть, как они ведут себя. Мы сейчас этим вытаскиваем, мы готовим сейчас серию публикаций, то есть получается, что даже не нужно проводить специальное генотипирование, как побочный продукт, такого чисто фундаментального исследования, уже есть готовые генотипы, частоты вот этих ключевых маркеров, реакции на лекарства, в самых разных этнических группах. Несколько генов, около 10%, к сожалению, не вошли в эти панели, и то их можно импутировать, ну, понимаете, по соседним СНИПам, вычислить, какой скорее всего там информационными медами. Но большинство входит в сами панели, получается, прямым вот типированием. Ну вот и в принципе, как бы даже необходимость ополненезомного секвенирования тут отпадает, потому что достаточно простым ПЦРом вот эти вот 10 там точек оттипировать, и все, и будет клинический паспорт, кому вот этот, кому пониженная доза варфарина, в конце концов, давай, да, кому, соответственно, надо лошадиную дозу вколоть, чтобы что-то там подействовало. Вот. У меня, в принципе, все. Спасибо большое. Будем надеяться на взаимные дальнейшие сотрудничества. Спасибо вам. Я думаю, надо поблагодарить за... Вот я первый раз вот за нашу дискуссию, уже более чем часовую, да, увидел, как историки одобрительно качали головой. Примирительная речь действительно получилась с вашей точки зрения. Микрофон передайте, пожалуйста. Большое спасибо. Я, во-первых, благодарю вас. Спасибо. Благодарю организаторов за приглашение. Вот те вопросы, которые мы задавали, на эти вопросы мне ответил Андрей Павлович. Я понял, что вот это нужно для медицины, да? Теперь, что касаемо... Не вызывает сомнений, по-моему, ни у кого, что это для медицины просто уникальный важный материал. Да, из какой-то целью. Но когда нас приглашали сюда и когда задавали вопрос вот моей коллеге насчет того, насколько это важно для истории, и потом, судя по публикациям, которые и с некоторыми из которых я знаком, сегодня вас послушал, ну, я для себя сделал вывод, это типичный представитель, теории, вот есть теория этно-нации, есть теория гражданской нации, есть теория био-нации. Ее в свое время Гумилев разработал, сегодня активные Холмогоров, Соловьев. Ну, я так понимаю, что вы тоже сторонник этой нации, да? Ни в коем случае. Ну, может, я ошибаюсь. С Гумилевым уж точно ничего. Прямая противоположность. Хорошо. Теперь я что хотел сказать, да? Снизу вверх или сверху вниз. Все-все я понял. Я что хотел сказать. Я, например, в отличие от вас, да, генетику надо использовать. Это один из элементов познания этногенеза. Один из элементов. Причем не самый главный. Я полагаю, что все-таки человека, так же, как и народы, этносы, если угодно популяции, пожалуйста, хотя я не ставлю за равенство между этносом и популяцией ни в коем случае. Ни в коем случае. У вас это написано. Не спорьте, ладно? Неравенство. Меньше или равно. Нет, нет. Вы написали, что... Этнос является популяцией, но популяцией не является... Ну, ладно, тем не менее... Я не хочу сейчас с вами спорить. Да, да. Я, тем не менее, считаю, что этнос формирует... Этнос, так же, как и человека, формирует все-таки среда. Это, в основном, культура, это самосознание, ну, и так далее, и так далее, и тому подобное. Мне несколько смущает вот этот слайд. Дело в том, что... Я ни в коем случае не перехожу на политику, да, но, тем не менее, выводы напрашиваются им по себе. Вот когда у нас наши московские коллеги этнологи выступают, очень четко дают. Вот русская нация единой, да? Популяции нет. Я этот вопрос тоже задавал. А как же русские, допустим, которые проживают на территории Дальнего Востока, Сибири, и так далее. А вот татары, вот имеют очень много этнических групп, я их называю. Современные московские политологи говорят, нет единой нации. Есть сибирские татары, есть, там, опять-таки, казанские татары, хотя такого термина нет. Хорошо, я не перехожу на политику, но политологи говорят. Да. Вообще на политику. Вот при этом просто я тем самым хочу подчеркнуть, что все-таки генетика, она, наверное, важна для исторического познания в части изучения этносов, этногенеза в целом, но изучение генов составляет очень незначительную часть в этом процессе. Все. Спасибо вам большое. Я с вами полностью согласен. Есть ли генетика в руках политиков, вот той самой продажной наукой, о которой говорили классики лет 70 назад, да, девкой, в руках политиков? Не опасаетесь ли вы этого? Не опасаетесь ли вы этого, что политики могут использовать... Я здесь как раз для того, чтобы показать генетические данные, исходные, как они есть. Вот самые разные русские. Вот все собрались в очекопактное облачко. Вот давайте всех назовем, кто относит себя в аноним, входит татары, да, вот давайте их изучим. Вот они собрались в раз, два, три, четыре, на самом деле больше облачко, да. Это биологический факт. А как их дальше интерпретировать политологи, историки или этнологи, это уже не наш вопрос. Понимаете? Что? Понимаете, мы же не... Вот я как бы каждый раз повторяю одно и то же, и... Вот что давайте... Уважаемый коллеги, что может генетика дать историкам, вы как бы объяснили. Давайте тогда вот к историкам обратимся. Давайте я попробую историкам. Что вот историки могут все-таки о конструктиве, да, взять конструктивного, интересного, а может быть даже привнести новизну в какие-то свои взгляды из того, что нарабатывают сегодня генетики. Позвольте мне сначала один пример привести. Ну, только очень коротко, потому что уже коллега готов ответить. Если бы я ожидал вот именно такого поворота дискуссии, я бы запас и одним слайдом. Как через амурские полыньи, собирая образцы вот от коренных исчезающих народов, рискуя жизнь в одних санях, мчатся этнолог и генетик. То есть вот то, с чем мы сталкиваемся сейчас, какое-то вот нежелание услышать то, что знак неравенства стоит, а больше, в общем-то я не встречаю среди других коллег. Что наш сайт генофонд.рф, где как раз вот то самое, что вы сказали, призма, да, этногенез, который конструируется по данным самых разных наук, и географии, и историки, и лингвистики, и этнологии, и генетики. Где как раз изучив самые разные науки и собрав представителей самых разных наук в редкорегии сайта, мы реконструируем этногенез в комплексе. Что взаимодействие с этнологов самых разных регионов, что взаимодействие с лингвистиками. То есть может быть, пожалуй, именно вот с этнологами, которым почему-то кажется, что изучая популяции генетики залезают на чужую полянку, вот только может с этнологами возникать такое недопонимание. Давайте передадим слово, чтобы не окажется, а вот о том, что реально видится, в том числе и позитивного, было сказано. В микрофон, пожалуйста. Я тоже очень благодарен, что составилась такая дискуссия. Действительно, одно дело дискутировать на страницах печати, особенно, хотя это электронные средства массовой информации, но оказалось, что они тоже очень долгоиграющие, и не всегда удается получить прямой ответ на прямой вопрос. И здесь, конечно, очень важно общение. Возможно, что и подобные дискуссии, и подобные междисциплинарные исследования следует действительно актуализировать. И как раз мне кажется, что Казанский университет для этого дает прекрасную площадку, где есть все возможности для вот этого междисциплинарного синтеза. Но тем не менее, хотя есть, несомненно, важные положительные сдвиги в изучении популяции, в изучении физического облика, в понимании генома человека и места этих исследований, в этногенетических исследованиях, тем не менее, у нас есть целый ряд недуменных вопросов, которые, несмотря на то, что они часто и постоянно задаются генетикам, тем не менее, не получают ответы. И я вот возвращаюсь, почему некоторые рассуждения и выводы генетиков современные вызывают у историков некий, ну, не то что даже скептис, а активное неприятие. Я объясню. Хоть один пример, может? Хорошо, хорошо. Ну, я, например, живой вам пример. Нет, а пример, какие утверждения генетиков вызывают? Сейчас я объясню. Сейчас до этого дойдем. Значит, расскажу, почему это происходит сначала. Дело в том, что в конце 19-го, начало 20-го века весьма активно развивалась такая наука, как физическая антропология. И поскольку были сделаны обмеры черепов, казалось, что вообще это все очень просто. Достаточно измерить, значит, череп, лицевые эти указатели. Они разные у разных народов, и это самоочевидно. Чтобы по фотографии посмотреть, что лица, допустим, китаец из Шанхая и ирландец, значит, из Великобритании, они заведомо, конечно, это. Стоит измерить лицо, и все понятно. Значит, можно распределить все популяции по расогенетическому принципу. И дальше уже, значит, строить теории о происхождении, о взаимодействии, о каких-то смешанных расах и так далее. И вот это понятие раса, и то, что все отягощенное, значит, связано с этой расой, оно пошло в том числе и в науку. И, несомненно, что появились представления о том, что есть эталон арийской расы, есть эталон семитской расы, есть эталон, так сказать, негроидной расы. И отсюда один шаг, который был сделан, соответственно, в одной из стран Европы, где на основе вот этих лицевых указателей, не спрашивая там, как ты кого-то считаешь, как это говорится, бьют не по паспорту, а по морде, то людей стали совершенно четко определять по расовому признаку. Понятное дело, что после этого, когда Европа получила прививку от этого дела, что стало понятно, что антропология в том виде, в котором, которая делает вот эти самые выводы, она не может быть наукой, что выводы должны быть сделаны совсем другие. И по мере развития физической антропологии оказалось, что, ну, во-первых, что никаких чистых рас не бывает, что на просторах Евразии мы имеем дело не с какими-то чистыми расами, которые как бы возвышаются, как Джомалунгмы, да, с разных сторон этой Евразии, а наоборот, разные этапы смешения разных рас. И что вот эта вот смешанность, она как раз является наиболее показательным, что ли. Оказалось, что и в этногенезии, если раньше считалось, казалось бы, вот мы антропологию сделаем, население древнего, сравним современное и выясним генетические цепочки. Оказалось, ничего подобного. Вот здесь уже было показано то, что, собственно, мы знали из анализов этой самой физической антропологии. Население Северного Кавказа с эпохи поздней бронзы до сегодняшнего дня в физическом отношении неизменно. То есть то, что население Северного Кавказа, которое представлено могильниками кабанской, например, культуры, ну и родственных ей, восстановленный, реконструированный физический облик этих людей ничем не отличается от современных жителей Кавказа. В то время, как мы знаем, что здесь, по крайней мере, несколько монотеистических религий, какие-то свои представления, несколько языковых семей и в культурном отношении, в политическом отношении несколько республик и так далее. То есть получается, что биологические, антропологические методы не улавливают те самые проблемы этногенеза, не дают ответа на вот эти самые вопросы. И потихоньку, значит, эти исследования вошли в ранг обыденных и они делаются. Ну, понятно, что их значение, поскольку они фиксируют именно такое метисное население, ну, в частности, для Волгу-Уральского региона, они, ну, перестали быть какой-то новостью, сенсацией, они довольно рутинные. Ну, понятное дело, что святое место пустое не бывает, и генетики, значит, ворвались со своими методами и предложили нам очередную панацею, что вот, наконец-то, мы можем вам показать, откуда все происходит. А кто из генетиков это говорил? Я таких не знаю. Да ладно. Не знаю ни одного. Генетик, он лжеученый, биохимик. Ну, сейчас лжеученый. Я могу вам показать книгу, значит, которая выпущена из института биофизики земли, где, значит, было... Биофизики земли или генетики? Биофизики, биофизики, где распределены, значит, генофонды различные и там схождение разных, значит, народов между собой. Нет, ну, Академия наук, Российская Академия наук издала брошюру такую. Генетики или физики? Нет, генетики, биофизики. Биофизики. Ну, хорошо, институт генетики издавал. Покажите. Хорошо, покажу. Ссылочку даже дам. И вот там, знаете, с кем татары показали наибольшее сходство? Какие предложения? С кем? С русскими. Нет. Ошибка. А? Нет. Молодец. Да? Не самое плохое сходство. Да, нет. Нет. Вообще, ну, это же мы с третьей попытки. А на самом деле, вообще, любой ученый, значит, занимающийся происхождением народа, некоторый культурный шок от этого переживает. А как выстроено, значит, объяснение этого небывалого феномена? Почему не с русским, почему не с финогор, не с чувашским, не с башкирским? Значит, как известно, Хазария приняла иудаизм, и масса евреев хлынула в Хазарию. После того, как Хазария пала, это еврейское население хлынуло в Оржскую Булгарию. Ну, а булгары, уж понятно, это предки татар, поэтому, понятно, здесь связь между евреями и татарами просто, это самое, прямая. Это, еще раз говорю, это вполне научная, ну, по крайней мере, под рамкой Московского Центрального Института, серьезные фамилии. Катерин Иванович, вы рассказываете какое-то совершенно бредовое исследование, а приписывал генетикам, хотя вот перед вами генетики, вот перед вами реальные генетические результаты. Хорошо, значит, если вы хотите поспорить о чем-то другом, давайте тогда ссылку. я хочу сказать несколько о другом и вернуться, то сказали, чтобы я, значит, более положительные эмоции высказывал. Я как раз хотел к этому перейти, а не продолжать эту самую дискуссию. Вполне считаю бесплодную. Значит, вот, что не бесплодно. Я считаю, что эти исследования очень важны, но просто надо правильно, давайте договоримся о терминах, и будем называть правильно вещи и разделим компетенции, как говорится. То есть, вы изучаете популяции и не называете их там татарами, это называете их как-то более нейтрально. А как? Ну, я не знаю, наверное, популяция, которая называет себя татарами, я не знаю. Хорошо. Хорошо. По крайней мере, будет понятно, что в первую очередь речь идет о некоторых биологических субстанциях, которые не имеют ничего общего. и перестаньте писать о происхождении татарского народа, о разном происхождении татарского народа, потому что вы пишете на самом деле о происхождении биологической сущности некоторой популяции, а не о происхождении татарского народа. а кто писал о происхождении татарского народа где вот в мгу там а происхождение генофонда они народа я привел цитаты и как раз своей статье там четко именно так и написано вы прочитайте еще давайте выведем на экран хорошо значит и я считаю вот тогда то и у нас и появится возможность для этого самого синтеза когда вы будете говорить про свои компетенции изучать свои методы а дальше мы в рамках междисциплинарного синтеза будем уже думать как это все интерпретировать значит что еще я считаю важным и нужным сказать здесь ничего не сказано про источники откуда значит вот эта самая карта взята значит речь идет о я так понимаю пробах крови которые взяты у современного населения то есть значит это даже вот карта там была там как и восточной европы там евразия то есть это современное распределение населения с определенными группами крови ну которые распределены по биологическим этим самым гоплогруппам так вот хотя генетики прилагают усилия к тому чтобы это все опрокинуть в прошлое и восстановить значит эту самую картину с какой-то древности на самом деле все эти попытки мне кажется ну обречены ну по крайней мере пока ничего одного научного из этого не выходит пока у нас не будет большого массива данных который получен изучение древних антропологических остатков из различных погребений там могильников и так далее вот тогда только мы можем сравнить и сказать какой какие гоплогруппы существовали средневековье как они между собой коррелировались там и так далее и как они коррелируются современные цель самораспределением пока даже то что вы пишете что там мы спрашиваем человека который там в третьем поколении был татарином там и так далее ну это ничто для истории народа на самом деле вот у нас и получается что как и в антропологии то есть получается что самые крупные перемещения и самый крупный что оставило генетический след это движение индоевропейского населения которая из волгуральских степей фактически закрыла всю европу вот здесь кстати интересно вы сказали что вся европа значит накрыта а как интересно баскет и на этой карте и до них тоже дошло да меньше но даже до них тоже но тем не менее а в историческом плане я просто коллегам которые может быть не совсем хорошо знаю дело в том что чем отличается европа на территории европы населения только одной языковой семьи индоевропейской только одной еще уральска нет ну это позднее уже все-таки девятый век нет и только один народ эндемик который сохранился это баски позднее афины эстонцы март 2 но мне западную европа без восточный центральной восточной европы вот вся остальная европа это да это единый массив единственный язык то есть огромная масса вот это переселение накрыла всю европу а в генетическом отношении вы говорите половину наполовину ну вот это как раз и показывает насколько сложные корреляции между генетикой между историческими данными и языковыми данными а вы собираетесь нам рассказать про этногенез татар который уходит средневеков который вашими методами вообще не ухватывает я собираюсь вам рассказать про этногенез татар ну хуже упасть ни в коем случае это не вызвало никогда такой дис дискуссии не вызвало так кажется что я пытаюсь я пытаюсь в завершении поэтому я бы вот хотел сказать что все это очень я считаю нужным важным но я призываю все-таки коллег значит находиться в пределах своей компетенции я не собираюсь трактовать допустим что мне кажется что там гоплогруппа r1 a1 и g2 это одно и то же да мне кажется что они одинаковые ну если я такое скажу где-нибудь вы меня поднимите на смех и не будете со мной общаться поскольку я понятно дело демонстрирую дремучее невежество и не способен так сказать к дискуссии но вы иной раз вот рассказывая что популяция равна этносу делаете этого ровно такое же ровно такое же что ни в одной среде этнологов археологов и историков принято быть не может в принципе поэтому я еще раз говорю давайте вот синтез он может быть междисциплинарный но он должен быть тогда когда мы все-таки определим наши компетенции и будем действовать сообща и договоримся о некоторых так сказать параметрах нашего сотрудничества спасибо спасибо я думаю по плагировать можно можно презентацию поставить прежде я два вопроса верни на два замечания скажу отвечу первое когда мы найдем какое-то тело или днк в могильнике мы национальности у него не спросим поэтому к сожалению найдя в могильнике мы не припишем его никакой национальности это нам тоже мало что даст да хорошо вот второй момент второй момент мы за всех генетиков тоже не можем ответить потому что действительно генетики есть разные и разные генетики используют разные маркеры вот до этого был слайд на котором использовалась определенная группа маркеров это слайд это всего лишь y-хромосома гаплы группы y-хромосома y-хромосома занимает один процент от всего генома то есть это небольшая часть генома и соответственно эти маркеры имеют ограниченное значение верните так вот судя по этому слайду мы видим что соотношение да я так предварительно скажу что нефть состоит из множества различных углеводородов но соотношение разных углеводородов дает возможность нам идентифицировать откуда приходит нефть так вот здесь на этом слайде мы видим соотношение различных гоплогрупп и у татар и у русских соотношение немного различаются но очень сходные и здесь неоднократно было сказано что понятие гоплогруппы генотипы это понятие географическая не национальная и то что мы находились рядом и когда-то в общем-то смешивались друг с другом в результате нам дает такую картину что группа r1a которая считается славянской но это не значит что она славянская просто чаще встречается у славян она очень высоко представлена и у татар кстати по поводу монголов монголы у них как видите 50 процентов группы c гоплогруппы но ее нет ни у татар не у русских то есть это дает нам возможность говорить что в общем-то перенесение генов от монголов как такового не было татары остаются ну татары и русские можно сказать остаются географическим зон так хорошо мы видим у казах до казахов да это было это самое действительно и общая идентичность когда-то так следующий слайд когда монголы шли там возможная часть их и осела поэтому гоплогруппы c там присутствует у казах так вот когда все это происходило вот эти вот переселения вы обратите внимание что гоплогруппа r где-то район 30 тысяч лет назад тогда нациях вообще не шел никакой не шла никакая речь соответственно разделение на н группу которая считается финно-угорской и r группа которая считается r1 которая считается славянской произошло порядка 40 тысяч лет назад и тогда тоже а нациях не было тогда были племена и когда язык более позднее приобретение скорее всего чем он был но какой был тогда язык нет нет финно-угорская группа я не говорю сейчас языковая семья имеет этот гоплотип в большей частотой вот так вот это я хотел сказать да и можно я скажу когда остановиться следующий слайд еще да ну вот так вот так вот смотрите на самом деле гоплогруппы они равномерно распределены они не совпадают с какими-то границами национальности не с границами государств они просто равномерно распределяются то есть границы были нарисованы уже потом и когда мы потом нарисовали границы и оказалось что вот в это на этой территории больше присутствует вот эта гоплогруппа соответственно мы и приписываем ее этой национальности хотя хотя не факт что это именно то то о чем вы говорили я с этим полностью согласен можно еще дальше если можно вопрос вопрос тоже микрофон то есть вот r1 а это славянский наибольшее да это не я называю я называю называют ну так скажем генетики так вот почему почему они это называют потому что большая частота как раз находится у славян у славян давайте дальше 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 еще дальше еще дальше вот вот эта группа по поводу соотношения русских и татар да здесь были выбраны другие маркеры не такие которые то есть от выбранных маркеров мы можем строить такую же картину немножко по-разному так вот на этой картине мы видим что русские располагаются очень наоборот растянута то есть есть русские которые ближе к южным славянам есть русские которые ближе к татарам долгий перебьет поскольку картинка из моей статьи то русских которые близки к южным славянам нет к восточным и западным восточным да 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 я извиняюсь вот и соответственно опять же к финно-угорской группе то есть на самом деле русские точно также находясь на северных территориях ну на южных для нас южных территориях они на восточных территориях они смешивались с теми людьми которые тоже здесь происходили находились вернее и соответственно создавался такой градиент поэтому ну в итоге я могу сказать что нации это более позднее приобретение в начале это действительно были племена которые скрещивались друг с другом и создали вот этот градиент генотипов я с удовольствием 2 просто я не могу буквально два слова что я уже слышу второй раз и как историк я просто это самое я студентом все рассказать значит у вас представление об этнических процессов про простите да из сталинских учебников там вопросы ленинизма дело в том что никаких гомогенных в средне что не в древности что в средние века никаких гомогенных как вы называете этнических групп не существовало не существовало то есть вот в едином государстве ну к примеру хоть она волжская булгария что киевская русь не существовало единой общности существовали различные группы социальные группы населения различавшиеся идентичностью ну может это звучит как бы ересью но открытым генотип вы рисуете там это славянски что такое славянский язык вообще не мне непонятно и как это славянское население двигалась это двойной нонсенс речь идет о другом вот чтобы понять пример провести чтобы проиллюстрировать вот смотрите англия 12 века значит правят короли ну один из них значит король известный нам ричард львиное сердце его памятник стоит перед английским парламентом великий английский король так вот великий английский король не знал ни снова по английски он вообще не говорил по английски он говорил на провансальском языке писал стихи на латыни на провансальском был вообще большую часть жизни он в англии там посчитали прожил по моему полтора года всего это просто как вы купили его из плен собирал армию что боевать во франции и вот так так образ жизни вела вся английская знать вот это английская знать в генетическом отношении было бы скорее значит франции да ближе поскольку они из нормандии а те вообще потомки викингов а основное население англии оно совершенно другом и в языковом и в культурном ну и даже я согласен с вами наверное в генетическом отношении но все это но все нет нет а вы почему то вы думаете что это это так было во всех средневековых государствах евразии не думали на об этом мы пытаемся вам сказать это мы говорим что одно дело популяция другое дело те те этносы которого из них но вы же говорите что этот ген славянский этот я этого не говорил ну верните r1 а что тогда это вектор и сказал что этот вариант чуть чаще встречается у славян чем у других хорошо и это судя поэт нет 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 красное там такое пятно дальше до президента презентации вы сконструировали себе то что говорила генетики пытаетесь себя в районе значение не нас и вот не тут к разом и говорим посолить его полос здесь нарисованы индоевропейские походы а потом походы германских племен куда более древние процессы куда более древние возможно но вот еще один скепсис я припустил бы сюда вот население которое обитало на одной территории почему я говорю что современную кровь нельзя использовать для экстраполяции ее на древние средневековые процессы потому что оно могло переместиться из этого региона и там вот на месте современную кровь а ее уже нету этой она переместилась в новый регион то есть и соответственно вы ее не фиксируете а как же можем тогда использовать генетику в качестве какой-то базовой дисциплины для того чтобы говорить об этногенезе а кто такой ересь предлагает вы предлагаете сущую ересь использовать генетику как базовую дисциплину для этногенеза кто вам такой а вы же предлагаете не когда никогда ну а что с ней сделать а что с ней сделать вот эта картина я не скажу совершенно бесполезно но паск пока мы не узнаем не хронологии не с каким населением оно действительно связано в древности это для этого нужны более тонкие методы для этого как раз я и говорил нужны методы исследования древнего населения а не просто современные картинки ну да эпоха бронза да вот 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 я два генетика и ничего подобного не утверждают а вы приписываете нам кит еретические взгляды что мы у вас сейчас будет вопрос давайте я хотел бы отойти от таких сложных тем задать вопрос как журналист вот есть мода да появился относительно недавно наши определенные ну как правило среди руководства начальников в обличенных властью ищет в своих корнях гены чагизитов за это получают деньги люди то есть проводят исследования пишут заказ и можно ли генетика например сказать что ты чагизит или нет может подождите поскольку принадлежность к роду наследуется по мужской линии в данном случае чагизитов и то теоретически такие исследования возможно поскольку но предположим например сейчас это мы проводим для рюльковичей вот предположим что мы узнали там ином древних рюлькович или там всех современных большинство из них восходит к одному корню и уже были случаи когда люди в которых в семейной легенде было что будто бы там кто-то из моих предков происходит вот из князей относившихся к рюльковичам получал генетические подтверждения такой вот генеалогической легенды то есть в принципе такая логика возможно если был предок если есть его биологические потомки то можно показать что они являются у потомки мы проводили например такое исследование по однофамильцам у нас был проект однофамильцы или родственники мы собирали вернее люди сами организовывались на тех же одноклассниках других известных сайтах носители одинаковых фамилий мы сравнивали их игре кромосомы и в ряде случаев действительно сходили что люди носящие одну фамилию но не знающие о своем родстве иногда примерно в 30 процентах случаях действительно восходит к одному с предку поэтому в принципе такое возможно вот касательно с чингизидами конкретно тут все намного сложнее во-первых дайте нам могилу Чингисхана и его геном для начала чтобы это выяснить поскольку ничего такого нет а нынешние потомки чингизидов обладают разными генетическими вариантами то выяснить вот какая из них более чингизидской какая скорее всего принадлежала ему самому это большой вопрос то есть там скорее удается определять отдельно известные ветви чингизидов вот для них уже появляются свои маркеры и да можно определить что какой-то ветви ты относишься чингизидов в целом я думаю это было остается малореальным неужели мы с вами наконец согласны конечно я помню в одном американском журнале с удивлением прочитал что там выявили ген Чингисхана который современности значит от Тибета до Северной Индии там чуть не 10 миллионов населения 18 18 миллионов но не сути самое огромное число и они все потомки чингизхана там интересно только что гена этого нет в Монголии нет например у нас но все равно они потомки и огромная статья там во всех журналах этих значит не ней читаем публиковала и сенсация но я про другое значит был замечательный случай в средневековой Франции где там право первой ночи и вот значит едет на охоту какой-то герцог с кавалькадой друзей значит слуг и смотрит какой-то значит мельник стоит он говорит о слушай мужик а вот ты смотри ты на меня очень похож а мама твоя у нас на кухне не работала в замке он подумал знаете мама нет а вот папа конюхом работал значит я к чему значит тут недавно один у нас исследователь Думин значит начал проводить генетические исследования связанные с польско-литовскими татарами они все дворяне генеалогии их более-менее известны и попытался значит проследить поскольку многие там были известно что они в родстве все значит стали делать генеалогии и выявилась замечательнейшая картина значит там где между дворянскими родами есть прямое и генетическое должно быть родство ничего нет никакого родства вот современные представители ничего родственного а в ну а в некоторых значит которые совершенно не указывает что там было какое-то родство есть и поэтому значит так они в таком недоумении что получается что никак эти самые данные не коррелируются с данными ну собственно письменных источников то есть совершенно никак не сопоставимы то есть это вот по поводу того что можно найти предков с древности и до современности я поэтому довольно скептически отношусь и к Рюриковичам ну вот пример известный и или там исследование о том что какие-то казахские значит роды значит чуть ли не значит там восходит там сейчас чуть ли не миллион значит потомков человека который значит в пятнадцатом веке был родоначальником этого рода и значит там получается значит такой веер такой а сейчас их полтора миллиона значит развилось я считаю что это что-то с генетикой не так а тем не менее биологический факт я думаю что это в конце концов обнаружится что это как раз не факт потому что вот смотрите значит известная генеалогия мартина лютера реформатора германии известного то есть из письменной источники все показывают его значит жизнь известно сейчас известно около четырехсот потомков документально известно человек четырехсот его потомков значит генетическая линия значит там выявлено она известна то есть человек шестнадцатого века и тогда тоже не было никаких противозачаточных и как человек значит такой реформаторского склада он себя никак не огоржал и дети его тоже но сейчас это только четыреста а здесь получается от какого-то значит казахского хана веером развилось чуть не полтора миллиона и так получается из семнадцати миллионов казахов все они в конечном итоге чуть ли не восходит к десяти нет проради ну к двадцати нет к сотням тысяч нет ну как один полтора уже а другой один а еще один не одного вы же сами упомянули бутылочная горлышка вы же знаете эту методику нет один полтора значит другой известный тоже полтора нет а другой может быть ни одного ну нет может ни одного один много другой мало биологический факт я слушал ваши лекции да да по поводу этих самых казахских жусов да общение заканчивается все-таки спором да причем не согласен это интерпретация данных то есть это не я вам завершающее это говорит о том что не надо биологам давать интерпретировать эти самые факты средства массовой информации наши коллега СМИ даже боюсь спрашивать если у вас вопросы вот у вас есть состояние легкого ужаса от того что слишком много вопросов да и слишком мало ответов слишком такая дискуссия на самом на самом деле мы не даем вам историю мы говорим о генотипах а вы пытаетесь объяснить как это получилось скорее так а потому что вам надо что-то с этим делать мы-то это открыли да и дальше вы уже пытаетесь историю сюда привязать теперь по поводу то что произошло от одного или от двух на самом деле например установлено что есть митохондриальная Ева да от которой пошло все человечество это было установлено что она жила где-то там порядка 100-200 тысяч лет назад так вот это не значит что на тот момент была единственная женщина в нашей части смешнее что Адам моложе Ева да он 50 тысяч да именно про это мы вам и говорим именно это человечество неоднократно проходило через бутылочное горлышко представьте два племени столкнулись они убивают всех мужчин забирают женщин и в итоге Y хромосомы не остается а митохондриальная ДНК она остается вот и пожалуйста вот эти эффекты безусловно этнические они имели место быть мы генетики конечно пытаемся объяснить что мы наблюдаем но просим помощи у вас спасибо тоже очень обнадежище сказали во всяком случае в отношении истории как в том одесском анекдоте да мы то это открыли теперь вам мучиться думайте что с этим делать завершающее слово боюсь сказать последнее потому что я надеюсь что ваши исследования будут продолжены а самое главное ваше взаимодействие как-то будет более таким плотным даже на уровне понятийного аппарата для начала ну завершающее слово пожалуйста я сюда ехал с двумя надеждами а первое это тем людям в татарстане которых интересуют генетические следы о них рассказать не знаю удалось ли это а вторая это надежде встретиться лично познакомиться с Кандиром Лероновичем что состоялось а вторая половина это убедить его что нам в голову не приходит вся та ересь которую он нам приписывает и вот тут я потерпел полный провал но есть обнадеживающая часть это то что эти генетические исследования это некие биологические факты которые мы уважаемые коллеги ни в коем случае не собираемся интерпретировать в историческом ключе мы описываем историю популяций их формирование если этнос является популяцией мы описываем биологическую историю этноса если континент является популяцией мы описываем биологическую историю континента и так далее и взаимодействуем с очень многими а следующий шаг это каждая наука может описать свою собственную историю одного и того же населения генетика описывает что происходило демографически археология описывает что происходило с материальной культурой лингвистика описывает все что происходило с языком а дальше можно оставаться в рамках своей науки где каждый интерпретировать свои собственные данные в рамках своей а можно проводить действительно междисциплинарный синтез только этот синтез будет действительно междисциплинарным Не если какая-то одна наука, будь то генетика или этнология, лингвистика, соберется интерпретировать сама данные, что получено всеми. А только если за круглым столом соберутся исследователи, которые построили каждую свою реконструкцию, и дальше будут сравнивать, какие процессы сделали эти реконструкции, похожими или разными. Поэтому я надеюсь, что мы здесь еще встретимся. Посередине будет стоять круглый стол, и найдутся такие историки и этнологи, которые захотят строить здание совместно. Спасибо. Насчет круглого стола не знаю, не отвечаю за столы, но я надеюсь, что в этой студии... По креслу поставили. Да, несколько кресел точно у нас есть, мы готовы. Чаще приезжайте, есть о чем подискутировать, есть где сойтись, как оказалось, есть точки соприкосновения. Я бы не сказал, что полный фиаско. Были же моменты сближения. Потом они так же быстро улетучивались. Ну что поделать, такова наука, такова практика. А тем более вы говорите еще о фундаментальных исследованиях. Это такая более сложная материя, до которой иногда годами надо доходить, для того, чтобы найти уже более прикладное применение этому. И я надеюсь, что наши дальнейшие дискуссии будут самые главные, за что я благодарю наших сегодняшних экспертов, такими же цивилизованными, такими же содержательными. Смотрите нас подробно, смотрите нас всегда на канале Универ ТВ. Спасибо. Аплодисменты Редактор субтитров А.Семкин